Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт» — это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами, а сегодня я не один, не безызвестный. Очень приятно быть в вашей команде. Юрий, а ты не забыл, что первым гостем в твоем прямом эфире был я? Это было 10 лет назад. Это было миллион, три жизни тому назад это было приблизительно. Если это не в Сиаттле было или здесь? Нет, это было здесь. Первый прямой эфир, который ты вел отсюда. Я был у тебя первым гостем. Я помню, как все сильно волновались, но все прошло неплохо. Я просто хочу поздравить тебя с тем, что много лет твоя... А первый мой приезд сюда, я встретился с тобой в ресторане. И ты рассказывал о мечте, о телевидении, о мечте Алекса Лысенко. И это звучало как что-то нереальное. Просто оглядываемся назад и говорим, спасибо Господи, прекрасная студия, чудесная аппаратура, команда, все. Так что мечты сбываются. Поздравляю. Ну, я благодарен Богу. Я всегда говорю, Геннадий, что кредиты-то мы Богу отдаем. Правда. А в противном случае, как начнешь, так и окончишь. Правда. Ты знаешь, позвонил мне один браток с одного из штатов, кстати, к слову. Говорит, хотим запускать телеканал. Я говорю, поможешь. Я говорю, с удовольствием. Ну, единственное, билет-то купите. Это же ваш ребенок. Поэтому берите мне билет. Я лечу туда на несколько дней или неделю проведу. Все сделано как положено. Через полгода он звонит. Говорит, ты знаешь, мы посоветовались с братьями, сделали совещание. Тяжело, говорит. Это серьезное дело телевидения. Это же, вот это пушки стоят. Я извиняюсь, я, конечно, моя психика сильно травмирована военными действиями. Но мое отношение к телекамерам, как к пушкам. Потому что это самое настоящее оружие. Это мощная платформа. Если бы не было вот этих пушек, не было бы сегодня войны в Украине. Все начинается вот через них. Ты помнишь, когда Ленин отвоевал в революции 1917-го? Когда говорят, что он. Это уже подтасованный, кстати, факт. И обнаружили, что его там и близко не было в 1917 году. Он подобрал революцию на петербургском асфальтике. Ну и якобы он кричал, чтобы захватили первым. Это телеграф? Хочется телеграф, конечно. То есть это мощное оружие. Поэтому люди, кто думает, что это легко. Я с телевидением занимаюсь много лет. Когда мы начинали нашу церковь 25 лет назад, мне Господь сказал, что я буду заниматься телевидением. И у этого длинная история, но я пришел на местный городской телеканал в пиджачке за 1 рубль, купленный в гуманитарке. Но он был цвета фламинго. Тогда такое носили только. Крутые. Но на ногах была проблема. Эти были войлочные ботинки с молнией посередке. Их называли «прощай молодость» модели. И я решительной походкой зашел к директору телеканала, быстро приблизился к столу. Пиджак впечатляющий, но думаю, обувь видит, выгонит. Скажет, Басота, иди отсюда. Я говорю, я хотел бы заниматься телевидением. Он сказал, сколько вам надо времени? Приходите, начинайте работать. И мы начали наши программы. Брали телекамеру в Днепропетровске. На ночь привозили. Это, кстати, какой год был? Это было 92-й. Привозили камеру на ночь из Днепропетровска. Ночью снимали программы. На видеомагнитофонах все это монтировали. Сейчас молодежь под угрозой смертной казни не разберется. Ну, разве что Федор там у тебя специалист. И утром отвозили камеру назад. Но это смотрел Мариуполь. И первые люди слышали Евангелие и каялись. Но я еще не знал тогда, что о нашем служении снимут десяток, уже полтора десятка фильмов. Фильмы лауреата кинофестивалей, международных кинофестивалей. Вплоть до Голливуда. Кстати, последний. Вплоть до Голливуда. Последний. Вот ты положил мне на стол. Что это такое? Это голливудский фильм обо мне, о моем служении, о нашей работе. Когда я говорю голливудский, это не просто звук. Мы боимся, кстати, ты не пугай. Ты приложи толкование, что ты имеешь в виду этого. Голливуд это такое эстракное. Экзекьютив продюсер, исполнительный продюсер фильма. Легендарный голливудский режиссер Терренс Малек. У него три номинации на Оскар. Пальмовый ветвь в Каннах. Это легенда Голливуда. Ричард Гир, Брэд Питт. И вот я попал в этот ряд. Пастор Махненко рядом с ними оказался. Звукооператор, который работал над этим фильмом, снимал фильм «Побег из Шаушенка». «Шаушенка Редемпшн». Это фильм, который, если набрать лучшие фильмы в истории Голливуда, он всегда в тройке и чаще всего на первом месте. Композитор, который написал музыку к фильму, у него Оскар за фильм о Цукерберге «Social Network», социальная сеть. И Грэмми Эворд. Это легендарный режиссер фильма Стив Хувер, победитель Sundance фестиваля. Это мощнейший фестиваль здесь у вас в Штатах. Чем был вызван интерес со стороны этих персонажей, твоих персонажей? Это какой-то божий юмор какой-то. Потому что ребята приехали, услышали, что у нас есть радикальная работа с детьми, с беспризорными. И им нужен был какой-то небольшой материал на эту тему. Но не с войной было. Не-не-не, это задолго до войны, за три года до войны. Они приехали первый раз. За несколько дней, когда они снимали нашу работу с беспризорниками, они попали со мной в столько передрях. Когда они вернулись в Америку и показали черновой материал голливудской легенде Теренсу Малику, он сказал, я хочу большое документальное кино мирового класса. И они потом в течение двух с половиной лет приезжали четыре или пять раз, ходили за мной с камерами один раз только 22 дня. Вот просто ходят с камерами и снимают все. Их чуть не убили в процессе съемки. Кстати, в фильме набухает война. Вот эта атмосфера противостояния коммунистического прошлого. И пастора-антисоветчика, коим я являюсь с детства, с 13 лет антисоветчиком, и уже 25 лет пастором-антисоветчиком. И там в фильме заставка роскошная такая, когда профиль Ленина с востока, и потом мой профиль в западе. Режиссер очень четко увидел причины войны в Украине, которая грядет. Ну и надо сказать, что режиссер вовремя умчался из Украины. Их чуть не убили. Уже начиналась заваруха. И они вылетели из Донецкого аэропорта за сутки до того, как аэропорт был захвачен, и начались бои. Они спали ночь. Голливудские звезды спали на спальниках в Донецком аэропорту за бронированными дверями. Это экзотика. Это абсолютно на полу. Впервые в их жизни, да. Их реально чуть не убили. Они чудом живые остались. Геннадий, мог ли я видеть фрагменты на одном из... Если наслышана, это кинокомпания Russia Today, телевизионная, всемирная сеть. Но не этого фильма. Нет. Russia Today сняла обо мне два фильма. Я видел фрагменты. Где-то, я не помню, где в каком-то из штатов. И случайно... Я думаю, что вот здесь на флешке, которую я тебе с радостью оставляю, здесь есть как минимум один фильм Russia Today. И попрошу заметить, фильм Russia Today, фильм об украинском священнике, с мягко говоря, достаточно жесткой позиции по поводу Russia Today в том числе. Они сняли два фильма о нашей работе. И во время войны фильм «Отец-сирот» получал награды на российских кинофестивалях. Это интересно. Кстати, вот этот фильм голливудский получил гран-при во время войны на крупнейшем российском кинофестивале документальных фильмов «Арт-дог-фест». Получил в разгар войны гран-при, главный приз в России. И это при том, что фильм о мариупольском украинском священнике с жесткой антикоммунистической, антикремлевской позицией. И этот фильм «Российская интеллигенция» признала гран-при, единогласно жюри проголосовала среди множества фильмов. Здорово. То есть это интересно. Вот если говорить об импакте, о влиянии. Ну так они, позвольте задать вопрос, они только так словесно благословляют или они действительно поддерживают? Ну документальное кино это не приносит никаких дивидендов. Но тем не менее. Ни Голливуд не заплатил мне никаких гонораров. Но это фильмы влияния. Это фильмы влияния. То есть этот фильм прошел по всему миру, по кинофестивалям. Я получаю письма со всего мира от людей, которые смотрели фильм о священнике. Здорово. Ну мягко говоря, не кабинетном священнике. То есть о нашей радикальной работе с людьми, о нашей борьбе с наркоторговлей. Кстати, сейчас сниматься еще один фильм начали о нашем служении. Вот смотри, 25 лет назад, Бог сказал мне, будешь работать с телевидением. Оглядываемся назад. Через месяц я уже снимал программы на местном мариупольском телевидении, хотя у нас не было ни свои камеры, один свой видеомонитофон был. Потом о нас начали снимать сюжеты, городские телеканалы, национальные телеканалы, национальные ток-шоу с миллионами телезрителей. Потом о нас начали снимать фильмы, другие люди, другие режиссеры. Я сбился со счету, сколько снято фильмов. И эти фильмы лауреаты международных кинофестивалей. В конце концов, Голливуд снял фильм. И сейчас готовится к съемкам еще один фильм. Фильм будет называться «Республика Пилигрим». Это триллер, боевик. Фильм на базе, как это, основан basic on true story, да, или что-то в этом роде. Основан на реальных событиях. Это фильм о мариупольском священнике с детским центром бисепризорных, который противостоит наркодилерам и их покровителям в милицейской одежде. Пастор. И ты в главной роли с ним. Я не играю, слава богу, не играю. У меня нет на это ни сил, ни времени, война на пороге. Но уже главную роль меня будет исполнять польский очень известный актер, уже дал добро такого первого ряда. То есть двойник. Ну да, актер, профессиональный. Они сейчас подбирают. Я не читал сценарий, разрыдался, потому что это реальная наша история войны с наркодилерами в моем городе, в других городах Донбасса, в Украине в целом. Мы подняли волну протестов против наркоторговли. Мы пикетировали президентскую администрацию, мы пикетировали кабинет министров. Мы добились изменения законов Украины, которые крышевали наркоторговцев. Мы добились арестов ментов. Есть милиционеры, есть менты. Мы добились ареста наркоторговцев. Это большая была история. И вот сейчас они снимать будут очередное кино, художественное кино. Детектив, триллер. Ты только с Украины. И проскальзывает, я так в речах твоих слышу, проскальзывает периодически война, война, война. Мы не по плоти воинствуем, говорит Писание. Как тебе удается сочетать в себе служение пастыря, который по большому счету несет, ну, по крайней мере, должен нести в себе мир, любовь, то есть миролюбие, то есть все, что связано с миром, дружелюбием, восстановлением отношений и прочее. И вместе с тем, будучи капелланом. Вот каким образом? А капеллан для многих из наших зрителей, наверное, это такое, это, ну, название... Ну, что называется, работайте со зрителем. Совершенно верно. Давайте объяснять зрителю, о чем идет речь. То есть ты был одним из первых капелланом в армии? Сектор Мариуполь на линии фронта, моя капелланская команда, каждый день на фронте всю войну, три года война видна из моих окон, я бываю на фронте минимум два-три раза в неделю. И мы несем капелланское служение для солдат и для жителей, которые оказались вот заложниками войны. И пастор не только должен нести мир, не только должен нести нежность и любовь, он еще должен нести правду. На войне очень тяжело остаться человеком. И задача капеллана, главная задача капеллана, это служа солдатам, сделать так, чтобы люди остались людьми. Вот то, что я говорю солдатам в окопах. Наша задача остаться людьми посреди кошмара. Люди звереют на войне легко. Люди теряют человеческий облик. И то, что я говорю, мы не можем превратиться в зверей. Мы должны остаться людьми, иначе Бог отвернется от нас. И это непростая задача на самом деле, когда солдат хоронит своего друга, когда издеваются над его друзьями, попавшими в плен, то люди легко звереют на войне. Капеллан молится и помогает солдату оставаться человеком. Но, тем не менее, капеллан, он дает присягу на верность. Нет, у нас сегодня капелланское служение в Украине, это оно, как бы, достаточно свободно. Я не являюсь капелланом, который обязан сидеть в окопах и там прикреплен... Есть такие капелланы, которые прикреплены к какому-то подразделению на какое-то время. Я, что называется, в свободном плавании, то есть я еду на фронт, помогаю чем-то и потом возвращаюсь домой. Но есть мои друзья, капелланы, которые живут солдатами неделями. Ну вот, мы служили в... Ты служил в Советском Украине? Конечно. Московский гарнизон пожарной охраны, учебный полк ДМБ-89, старший сержант Махненко. Понял. Меня из Западной Украины отправили в далекую Сибирь. Из-за того, что я сразу резко принял решение не принимать присяги. И отправили туда. Понятно, мы были в тылу. То есть ты считаешь сегодня, ты как в тылу, да? Молишься за людей, вот ты себя считаешь в тылу. Потому что на передовой с ружом ты не можешь быть, я так понимаю. Ну, я не взял в руки оружие, хотя я понимаю, что сейчас я обижу огромное количество телезрителей, но я оставляю за собой это право. В случае, если город будут штурмовать, я не смогу просто убежать. Я вывезу детей, женщин, но я оставляю за собой право снять пастерские полномочия, потому что это все-таки развилка. Ты или солдат, или пастор, да? Но я оставляю за собой право, если, не дай бог, будут дальше пытаться штурмовать мой город, снять пастерские полномочия и стать рядом с солдатами уже в качестве несвященника. Но я молюсь о том, чтобы этого не случилось. Потому что даже мысль об этом, я чувствую, она заставляет вздрогнуть. Ну, мы живем в странном мире, Юра. Три года война на моих глазах. В прямом смысле. Вот, прямо из окон дома. Мои дети просыпаются под грохот артиллерии. И дрожат окна, да? Вот дети видят взрывы, мины, дым, вспышки. Вот оно, 10 миль, прямо на глазах. И когда ты утром просыпаешься в церковь и будешь детей, и дрожат окна. Когда ты проповедуешь на Пасху, и дрожит земля у тебя, да, идут обстрелы на окраине города. И когда ты едешь на фронт, ты каждый раз рискуешь. Здоровье моей супруги за эти три года улетело. Я хоронил друзей. Моя команда капелланская накрутила по линии фронта больше 120 тысяч километров. Это, к слову, три раза по экватору вокруг земли. Причем это под обстрелами, это над неразорвавшимися минами, когда хвостовики торчат из земли. И тебе надо лететь на скорости, потому что стреляют. И я попал под обстрел за сутки до вылета сюда, вот неделю назад. За три дня до этого я попадал под минометное все. За сутки до этого танки лупасили рядом с нами. Слава Богу, Господь миловал в очередной раз. Поэтому мы живем на войне. Война стала частью нашей жизни. Но мы остаемся христовыми, мы христиане. Смотри, что было несколько дней назад. Я не знал, что я буду эфир с тобой иметь. В одном из штатов. Три дня назад, если быть точным, перед тем, как я прилетел в Калифорнию, я встретился с человеком, который рассказал мне потрясающую историю, потрясающее происходящее событие с одним из родственников, который на сегодняшний день проживает в Сиатле. Но два его близких родственника, два его племянника воюют. Один из Стамбулской области, если я не ошибаюсь, его отправили на Донбасс. Второй от ВСУ. ВСУ это как? Вооруженной силой Украины. То есть, я слушал со слезами на глазах. Это естественно. И так это еще не все. Говорит, он отправляет бронежилет и специальную каску, отправил с Америки специальной посылкой, отправил в Россию, чтобы родители отдали его племяннику, и отправил в Украину. То ли Херсон, господи, ну не столь важно, да. И говорит, и у нас такая беседа, у нас ужин был совместно, такая беседа образовалась. Как в этом случае поступить? Вот брат воюет против брата, и линии разграничения вот этой... Тем не менее, знаешь, я категорический противник того, чтобы лгать об этой войне, что это гражданская война. Это неправда. Это интервенция в мою страну. И один из этих братьев является защитником страны, а второй оккупантом. Поэтому кто из них прав, кто перед Богом прав, определить на самом деле легко. Если мы с тобой сидим в этом студии, а тут у вас рядом, я так понял, какие-то адвокаты крутые находятся. И мы с тобой сидим, думаем, так, что-то нам денег не хватает, пойдем-ка мы у адвокатов сейчас там выбьем двери и ворвемся, объявим их офис нашим, убьем пару человек, заберем там у них денежку, да. Мы злодеи, мы бандиты. Но если мы с тобой решились и пошли, начали это делать, а кто-то из охранников начал защищаясь с нами биться, он герой. Ну, это просто. Понимаешь, это не гражданская война, и это абсолютно важный факт, принципиальный факт. Это война не потому, что одни... Это война, вообще, Юра, это не война между русскими и украинцами. Меня сильно раздражает то, что у вас здесь в Сакраменто, в Америке, русские с украинцами ссорятся по поводу этой войны. Это вообще не война. Я русский. У меня мамка из-под Питера, батя из-под Курска. Я не говорю по-украински. В окопах в Широкино сидят солдаты украинской армии из Львова, из Мариуполя, Донецка, Харькова, рядом, плечо к плечу. Они отдают жизни друг за друга. Это не война русских с украинцами, как здесь иногда многим кажется. Это война режима, умирающего, с моей точки зрения, КГБшного, против моей страны, попытки моей страны вырваться в новую историю. В этом суть этой войны. Хотя, конечно, многие со мной не согласятся, многие будут рвать на себе рубашки, кричать о гражданской войне. Это неправда. Нет, я вот, позволь себе, я, наверное, больше русский, чем я украинец тоже, но, тем не менее, я на стороне Украины с головой. Мне задали недавно вопрос, говорит, слушай, как ты думаешь, говорит, я смотрю за министром иностранных дел в России, и говорит, везде пишут, что он там ездит, встречаются, в мире говорят, где-то в Минске, везде, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, везде там, вот, и говорит, меня человек говорит, по-моему, говорит, он постоянно проводит время на море. Я говорю, чего ты взял? Смуглая, постоянно смуглая, цвет кожи. Я, знаешь, как я ему ответил? То, что он ездит, это однозначно. То, что он мало на море бывает, это однозначно. Я говорю, знаешь, представь тебе себе, что надо постоянно врать. Каждый день надо врать. И так врать. И вот смотри, смотри, ты видел где-нибудь, я говорю, воплоти, нарисовано, какими-то кукруниксами какого-то демона светлого. Говорит, не видел. Я прошу прощения за фольклор, я принимаю фольклор в эфире, принимаю, применяю, да. Но, тем не менее, говорю, это же постоянно, цвет лица даже меняется от этого. Это даже научно обоснованно. И поэтому я к чему? Я на 100% разделяю вот твое мнение и мнение многих о том, что это не просто война братоубийственная. Нет. Здесь идет конкретно система, система, которая, которая уничтожила десятки миллионов людей, десятки миллионов и наших отцов, и в тюрьмах Наила. Это война об этом. Это война об этом. Единственное, что печалит мое сердце и твое, и очень многих служителей, когда между церквами, между российскими церквами, со стороны России, по отношению к украинцам верующим и наоборот, вот это вот желает быть намного лучше. Это действительно. У тебя есть свое мнение? У меня, конечно, есть свое мнение. Я считаю, преступным поведение церкви в России, которая не может осудить интервенцию в Украину в братоубийственном уборе. Я считаю, это преступлением. Людям врут по телевизору. Телевизор рассказывает, что там нет российской армии и так далее. Пастора 90% знают, что это неправда, что это вранье. И пастор должен, с моей точки зрения, в России выйти за кафедру и сказать, братья и сестры, вам врут по телевизору, это интервенция и я ее осуждаю. Запретят проповедовать. Ничего подобного. Есть у меня десятки классных пасторов в России, которые это сделали с первого дня войны. Никто им не запретил, никто не арестовал, как в 37-м году среди ночи. Они спят в обнимку своими женами, но они не отдали правду. Ведь, понимаешь, правда такая штука, что если мы не говорим правду ради выгоды, то мы вообще перестаем христианами быть. Потому что есть христианство, это религия правды, истины, а есть прагматизм. Кстати, самая господствующая религия в мире сегодня, это прагматизм. Истина то, что выгодно. Если мне не выгодно, значит, я не буду. И это страшно, когда церковь становится не христианской, прагматичной. У меня огромное количество друзей в России. Я люблю Россию. Это для меня такая же родная страна, как и Украина. Я сегодня был на радио, их вот просто повторяю для телезрителей. Выберите, пожалуйста, я готов вот в этой твоей студии провести соревнования. Выберите в Сакраментос 10 самых сильных, самолюбящих Россию братов. 10 против одного. Сыграем в игру. Вот я приглашаю прямой эфир. 10 любителей, таких, кто прям рыдает, люблю Россию. И я, я тоже люблю Россию. Я тебе гарантирую, я выиграю у них публично по параметрам, кто больше любит Россию. У десятерых в сумме. Простой пример. Замеряем количество пота, которое они пролили ради России и я. Вот они в сумме 10 человек. Сколько они пропотели ради России и сколько я пропотел. Я один огромную дам фору за три года перед войной. Я проехал на велосипеде с сынами всю Россию до Владивостока. Из Мариуполя в Киев, из Киева в Москву и через всю Россию. В каждом городе пресс-конференции, служения, концерты, выступления, круглые столы, прямые эфиры. Огромное количество служений и выступлений. И я терял сознание от любви к России. Меня откачивали под капельницами в полуомбрачном от переутомления. я пролил декалитры пота. Десять, десять декалитры. Декалитры. Я очень здорово потею. Каждый день на полгода своей жизни под жару сорокоградусную, в бешеный ветер, в огромное количество подливней, когда тебя типает. Усталость такая, что темнеет в глазах. Меня откачивали под капельницами от переутомления. Берем десятерых, кто кричит Махниянка не любит Россию. Соревнуемся. Где вы? Я зову вас сюда. Давайте состязаться. Они столько пота не пролили ради России, как я. Давайте плод померяем. Возьмем десять. Какой плод этих людей в России? Я могу похвастаться. Знаешь, как апостола довели однажды. Он говорит, буду хвалиться. Да. Да. Да что же неразумие. Сегодня утром в России проснулись сотни, сотни у меня письма, фотографии, истории, видеофильмы. Сотни детей, бывших сирот, которых усыновили, их забрали в христианские семьи. Сотни инвалидов, веченфицированных. Их забрали, и их приемные родители говорят, пастор Геннадий, вы помогли нам решиться. Вы помогли нам переступить через страхи, мифы. И у нас есть чудо в семье. Это детские семейные дома, это приемные семьи, это опекуны и усыновители. Найди мне десять людей, которые могут похвалиться таким плодом в России в сумме. Я тебе так скажу, постараюсь. Я люблю Россию, я ненавижу коммунистический КГБшный дух. Смотри, однозначно, да, тут у нас не может быть двоемыслия. Российский народ прекрасный народ. Славяне это потрясающие люди, украинцы, белорусы. Там, мне кажется, лучше, троицы лучше нет. Вопрос не в том, о том, что любим ли мы нацию или ненавидим нацию. Вопрос в том, что тот продолжение того дьявольского режима, дьявольского, демонского, сатанинского режима, который хваткой, вот так он хваткой, мы это называем такой мертвой хваткой, вцепился в то, что названо самоопределением любой из наций на независимость, он уцепился. Я не называю, я не обобщаю, не называю имен. То есть, я имен не называю, я обобщаю. И в этом, наверное, у меня в унисон с тобой полное единомыслие, полное, не может быть двоих. У наших прекрасных народов есть одна огромная вина перед Богом. Мы до сих пор по-настоящему не раскаялись за советское прошлое. Улицы Ленина, проспекты, слава Богу, в моем городе, несколько месяцев назад исполнилась мечта моего детства. Я антисоветчик с 13. Я прочитал один день Ивана Денисовича в 13, рассказы Шаламова в самоздате, и запустил первый помидор в портрет Ленина, когда мне было 13. Я мечтал о том, чтобы коммунистическая идеология была приравнена к фашистской, потому что это близнецы-братья. И только в этом году прошедшем это случилось. У меня больше нет проспекта Ленина в городе. Это проспект Мира. У меня нет площади Ленина. Это площадь Свободы. Памятник Ленина валили мои сыны, мои друзья, мой капеллан. Валили среди ночи, рискуя уголовными сроками. А кинотеатр, комсомолец в центре города превратился в мою теперь церковь добрых перемен. Я рад, что это происходит, но это, я верю, придет, я знаю, даже мне не нужно, это знаю, это будет. Будут валить памятники Ленина в России. По-моему, вчера или сегодня... Завалили? Я пропустил. Боже милости, спасибо за хорошую новость. Я заказал своим друзьям кусочек этого мавзолея. Однажды народ встанет и будет разваливать все это прошлое. Это будет глубинное, настоящее переосмысление прошлого. Через это прошла нацистская Германия. Канцлер приехал в новой, поствоенной Германии, приехал на кости человеческие в концентрационный лагерь, плакал перед Богом, молился, каялся. Мы же делаем вид, что ничего не случилось в прошлом. Ветераны той войны, это Вторая мировая война, это была игра дьявола самим собой в шахматы. Я играю в шахматы, ну, давно, правда, не играю, но в свое время я играл три партии вслепую. Вот сзади сидело три соперника. У шахматистов есть изысканное такое удовольствие, это называется игра в шахматы самим собой. Это просто ты делаешь ход за белых, потом разворачиваешь доску, думаешь, ох, какая неожиданность, и делаешь ход за черных, потом ты думаешь, что же он затеял, и ты играешь сам с собой. Это, ну, скажем, высокоинтеллектуальное такое развлечение, элитарное интеллектуальное развлечение. Так вот, Вторая мировая война, это игра дьявола самим собой. С одной стороны, он взрастил, выпистывал фашистскую систему, с другой, не менее демоническую, коммунистическую. Потом они начали делить мир между собой. Потом они не поделили и бросили миллионы людей в Боню. Мне грустно, что мой дед, вернувшись из Берлина, не пошел прямо на Москву. Что, закончив с фашистами, он не закончил со своими друзьями-ветеранами, со Сталином и советской системой. И по этой причине еще 70 лет она издевалась и продолжает издеваться над ветеранами. Когда у премьера, у премьер-министра России виноградники в Тоскане, во Флоренции, в Италии, фильм на той неделе опубликовали, да, две площади Ватикана. Папу Римского сделал, дважды сделал. Два Ватикана, у него виноградники в Тоскане, а ветераны той войны, нищие, доживают свой век в этих квартирах вонючих с клопами. Понимаешь, мне грустно, что мой дед, победивший фашизм, не смог одолеть коммунизм. Ветеранов прямо из концентрационных лагерей отсылали в сибирские лагеря, они там умирали, отдавали. А вот эта система еще 70 лет издевалась и издевается сегодня у меня под Бориуполем в городе, издевается сегодня. Поэтому я знаю, придет день, когда Белоруссия, Россия публично покается и не просто внешне, серьезно покается. Спрянут от основы. И это будет начало новой истории. Но ты думаешь, на обломках имя твое будет написано. Ой, я очень надеюсь. Я здесь на днях, мы были в церкви, в Грейс Фэмили, и вместе со мной вечером на служении был пастор, во время проповеди которого я покаялся 26 лет назад. Идешь в Сакраменто. В Аптийская церковь, да, мы пересеклись в Сакраменто. Он недавно был у меня в Мариуполе, я у него в Киеве. Николай Иванович Пономарев, замечательный божий человек, отец приемных двоих деточек, и сейчас у него большой проект по усыновлению, тоже семейные дома. Но я к чему? И мы, когда бы сидели после служения, общались, он говорит, Геннадий, скажи честно, ты больше ждешь второе пришествие Христа или конец коммунистической эпохи и духа? Я говорю, Николай Иванович, тебе как духовному отцу врать не буду. Жду пришествия Христа, но перед этим хочу увидеть, как разнесут в мавзолеи. И памятники Ленина развалят по всему бывшему союзу. Друзья, мы в прямом эфире. Геннадий Махненко со мной. Это руководитель служения Пилигрим. Республика Пилигрим, государство бывших беспризорных. И это тот служитель, который вы уловили, не меняется. То есть, ты не меняй, последние хода, я тебе бездание. Борщины пошли, седины, животины, бочины, лысины, все пошло. Все пошло. Смотри, этот пастор Пономарев, он предварил мой вопрос. Вот давай перенесемся из этой плоскости в духовную плоскость. То есть, более духовную плоскость. Наряду со всеми вот этими вот потрясениями, ужасными, вот то, что происходит. точно так, как Христос сказал в 24 главе, что будет в последние дни, да? И недоумения в народах, и войны, и смятения. И море вас шумит, и возмутится. И вот только не будет. Коим образом, коим образом ты видишь свою роль как духовного лидера? Давай войнушки оставим. Оставим. Как духовного лидера. Каким образом ты видишь свою роль? Например, смотри, что бы мы ни говорили, что Украина свободна. Ну, в России еще нет. В Белоруссии тоже еще находится в цепях. Но Россия, то есть, Украина свободна, да? Нет, Украина не свободна. Она делает робкие, тяжелые шаги в попытке стать страной свободных людей. Это тяжелый процесс. То есть, но грех, каким был, таким и остался. Так. Грех, лицо свое не меняет. Он, дьявол, изощряется в методиках, способах, всевозможных, путях для того, чтобы погубить человека. но все-таки самый большой процесс, самый огромный, я так понимаю, вес, который имеет церковь, то есть, христиане имеют, как церковь в Украине, это все-таки духовный авторитет, незыблемый, ну, по крайней мере, по большому счету, так должно быть. Она должна светить не столь Акафури Севен, как она должна светить добрыми делами, безупречным святым поведением, да, проповедью Евангелия, потом, все, что с этим связано, то есть, как насчет этого? Этим и занимаемся, значит. А ну-ка, детализируй, детализируй. Вот взять только мою общину. Это крупнейший детский реабилитационный центр бывшего Советского Союза для беспризорных. Это сеть семейных детских домов. Это центр для детей-инвалидов. Потрясающую работу делают наши люди вот из церкви, невероятную для деток-инвалидов, да. Это центр для женщин с брошенными детьми, женщины, оставшиеся выброшенными. Это центры для беженцев, которые сегодня действуют во время войны. Это хосписы для стариков, которые просто выброшены. Вот тех самых стариков, которые тыкали в христиан там в 60-е, говорили, сектанты голодьбу плодят. Сегодня их дети поумирали от пьянки, и сектанты досматривают их брошенных, оставшихся вот в этих хосписах, да, старичку. Бывших красноармейцев. Да, это церкви, это основание церквей на линии фронта. Это капелланская работа и служение на фронте и людям, гражданским и солдатам. Но самое... Это огромное количество... У меня церковь глухих, у меня сеть реабилитационных центров для взрослых, у меня огромное тюремное служение. Этот список можно продолжать. Это будет долгая история. Но главный продукт, который производит церковь... Вот, я не знаю, но телевидение производит продакшн, да, программы, заводы производят машины. Что производит церковь? Души. Души. Людей, новых людей, свободных людей, знающих, что они божье творение, а не электральная масса многоразового использования для политиков, да, знающих, что они личности, не дрожащих перед каждым ментом в погонах, перед каждым бюрократом, перед каждой дверью, перед каждым гаишником, который стоит и впадающим, и несущим в зубах пятерочку, десяточку, поклониться гаишнику. Мы воспитываем новых людей. Мы создаем со Христом свободные личности, знающие Бога, любящие Бога, любящие людей, имеющие гражданскую позицию, служащие людям, отставящие права людей и так далее. И, в общем-то, мы этим успешно заняли. Я говорю, политизация не традиционной церкви, она давно политизирована. Я говорю о протестантском перед тобой самый аполитичный пастор в мире. Я абсолютно не интересуюсь. Я вообще не люблю политиков, всех оптом и в розницу. Я не любил Обаму и не буду любить Трампа. Не люблю Порошенко и не люблю, мягко говоря, Путина. Вообще, любить власть я считаю каким-то извращением духовным. У меня есть жена, дети. У меня есть браты-то, сестры. Я люблю людей в целом. Но власть это, как бы это сказать, неизбежное зло. В общем-то, это библейский концепт. Но если уж вы просите царя, то у вас будут с ним проблемы. Дальше список. Но я верю, что вот здесь наша полемика жесткая с небезызвестным пастором у вас Сакрамен. Я считаю, что церковь она должна влиять на гражданство. Она его создает вообще. Все лучшее в Европе в понятии права человека, свобода судебной системы, независимость там судов, ответственность чиновников. Все лучшее это корнями уходит в здоровое христианство. Потому что здоровое христианство рождает здоровых людей, здоровые люди строят здоровые семьи, здоровое общество. Но вместе с тем печальный конец таковой, потому что мы знаем, что превратилась церковь в европейскую, к сожалению. Но опять-таки, видишь, реформаторская церковь должна постоянно реформироваться. Это девиз реформаторов. И они пережили мощную обработку евангелиям. И все лучшее, что они сегодня имеют, все лучшее, что вы в Америке имеете, корнями уходит в пресвитарианский бунт, как называли войну за независимостью в Англии, войну за независимость здесь. Пресвитарианский бунт. Под вашей декларацией независимости стоят подписи пасторов. Это не была политика. Это были новые люди, которые не хотели быть рабами. Которые менялась парадигма. Мы божье творение. Мы имеем равные права перед Богом. Все люди имеют равные права. Это новая позиция. Позволь чуть поддискуссировать. С глазу на глаз, но и некоторые зрители еще услышат. Выше упомянутый тобой один из местных известных пастырей. Не будем называть имена. Но я имел с ним эфир. И я был точно, я был, скажем, настолько я был солидарен. Мы были с ним солидарены во мнении, что все-таки наряду со всем разномыслием, разногласием относительно таких понятий, как патриотизм. Патриоты этой страны, этой нации. Идет уже, я слышу, в России возрождение нации. Это уже не россияне, это уже нация. Но американская нация, она уже столетиями ведется. Оказывается, россияне хотят возомнить себя нации. Но это не в обиду, прошу прощения. Так вот, я солидарен с ним, и он со мной. Когда мы говорим, что мы как патриоты все-таки, мы отождествляем себя с другой категорией патриотизма. Мы все-таки патриоты небесного... Ну а как? Ну конечно. Что в этом плохого? Ничего плохого нет. Вот я патриот своей страны в такой же степени, как патриот своей семьи. А ты не замечаешь, есть эгоизм... Пастор, не замечаешь, что крен образуется? У меня нет. Я не знаю, у кого-то есть, у меня нет. У меня нет. Я люблю все народы. У меня есть приемные дети в Африке, ну названные неофициально приемные. У меня цыгане есть приемные, у меня русских много приемных. Сплошной интернационал. У меня полный интернационал в моем доме. Есть евреи, есть все. Я... Из меня такой националист, что это смешно, понимаешь? Но я люблю свою семью. И это не значит, что я не люблю другие семьи. Ну твоя семья... Я патриот моей семьи, конечно. Ну твоя семья, ты говорил, Россия. Если говорить о родине, для меня родина и Россия, и Украина. Я русский поэтнически, у меня батька из-под Питера, мамка из-под Курска. Но я родился и вырос в Украине. И это для меня родные страны. И моя позиция в этой войне, это не позиция украинского националиста, нет. Если Украина пошла бы с войной на Россию, бог свидетель, я бы не молчал. Не молчал бы. Я знаю, и люди, кто меня знает, знают. Я бы не молчал. Я бы заявил, что это зло. Не знаю, там уж вряд ли пошел бы воевать, как и сегодня, в общем-то. Но патриотизм как любовь к своему и уважение и любовь к другим вокруг, это абсолютно нормально. Это есть у любого человека. Любовь к своей улице, к своему дому, к своему дворику, я не знаю. Но как только ты начинаешь ненавидеть соседа с его двориком и соседний город, село или страну, вот это национализм. Национализму нет, патриотизму да. Это здесь баланс, все в балансе, понимаешь? Я разграничиваю. Есть шовинизм. Ты, наверное, говоришь, скорее всего, о шовинизме, а не о национализме. Националистам быть хорошо, любить свою нацию, это нормально. Но не до крови на руках, не до крови на руках, правда? и не с Акафури Севен за плечами. Поэтому, наверное, национализм, это апостол Павел настолько был за свою нацию, я, говорит, готов был отлучен за братья мои. Любовь к своей земле, любовь к своему душе. То, о чем ты говоришь, это крайне ярко выраженный национализм, это он называется шовинизмом. Это то, что происходило сегодня. игра терминов уже как бы можно в это. Слова же, они как вагончики. Вопрос в том, что ты нагрузишь. Моя тревога в том, чтобы этот крен нашего корабля, он, так сказать, не накренился настолько, что когда мы настолько дровно ломаем, и потом будем... Ты не думаешь такими какими. Еще раз. Это в моем случае это дуть на холодное. Понимаешь? Я не говорю по-украински. У меня с этим не возникло за 49 лет жизни ни одной проблемы. Я бывал на Западной Украине огромной... Ни одной, ни одной пустяковой проблемы. В окопах под Мариуполем русскоговорящие парни с украинскоговорящими вместе. Грузины делают в Украине защищать. Во-первых, хоть не так много, я расскажу тебе. Я за неделю до приезда сюда в окопах беседовал с грузином. Он говорит, в 2008 году российская армия пришла, убила мою жену, убила мою мать, разрушили мой дом. Поэтому я приехал в добровольческий батальон, и говорит, для меня этот нынешний режим это враг. Я буду сражаться за независимость Украины. Но это единичный случай. Это в добровольцах там единицы. Но это люди, которые в их дом приперлась та же самая умирающая империя, натворила зла, и у людей есть какие-то с ней личные счеты. То есть, это не какие-то массовые явления. Люди имеют право на... А вдруг настанет такой момент, что все-таки Донбасс будет разделен в ту или в другую сторону каким-то мирным, полумирным путем, какими-то компромиссами. И затем наступит великая тишина и воссоединение славянских народов. Ты молишься об этом, нет? После покаяния и за то, что натворили, я верю. Знаешь, есть такой страшный стих, написанный в начале войны. Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Я его перефразировал с первого же дня. Все равно мы останемся братьями. И по родине, и по матери. Я верю в то, что мы переживем нынешних негодяев, политиков. Я верю, что постсоветское пространство пройдет, избавится от имперского духа, от имперских амбиций. Я верю, что пройдет настоящая духовная декоммунизация. И тогда мы восстановим отношения. Но я надеюсь, и я убежден, однажды это случится. Вопрос времени. Я верю, что однажды президент постимперской России приедет в Киев, где-нибудь на Хрещатике склонит колени, скажет, Господи, прости нас за то, что мы допустили и натворили. Или у меня в Широкино где-нибудь. Я был прекрасный поселок, гуляли семейные пары, детки, влюбленные, запах мяса, шашлыков, музыка. Все уничтожили. Они пришли нас спасать. Они уничтожили все. Это просто миллион бомб туда, миллион мин, снарядов. Все вспахано, у них ничего не осталось. Понимаешь, за это надо кому-то покаяться, за это надо кому-то ответить. И я верю, что этот день придет. А потом вернется Брайс. А знаешь, почему я тебя крепко не осуждаю? Потому что нам здесь, на североамериканском континенте, на наших лейзи боях, знаешь, такой лейзи бой? У меня у дома есть такой. Кто? Так развалился на лейзи бой. А это ленивый лейзи, да? Магазин называется. Мебельный магазин, где продают мебель. Лейзи бой. И так и называется лейзи бой. Ты ноги вытянул, и себе качаешься, кресло-качалка. Это лейзи бой называется. То есть нам на лейзи боях, в теплых местах, в теплых квартирах, в домах уютных, нам намного легче, видя бой со стороны, быть стратегом. Но я к тебе менее критичен. Почему? Потому что ты наполнен этим. Наполнен этим. И даже то, что ты говоришь, будучи россиянином, но все-таки ты на стороне справедливости, то есть это вызывает некое уважение. Я не называя фамилий. Со мной в Широкино бывают русские пастора. Посреди залитых кровью украинских мальчишек улиц русские пастора склоняли колени, плакали и молились. Или господи, прости, что мы допустили наших вот этих. Вот сюда, с этим кошмаром. И я верю, что это... Я не могу называть их имена, чтобы их не подставлять. Но это было и не раз. И не раз. И под танковый обстрел несколько дней назад я попал с братами, которые в России служили по десятке лет. Это не война русских с украинцами. Это война умирающей империи с попыткой нового, с будущим. Это война прошлого с будущим. И будущее всегда выиграет. И всегда выиграет. Мы увидим перемены. Поэтому я... Я хочу просто сказать вновь и вновь спасибо всем, кто вспоминает в молитвах. Это непростое время. Я прошел через жуткое отчаяние. Страшное отчаяние. У меня опускались руки. Я был близок к тому, чтобы позвонить епископу, сложить полномочия и уйти на фронт. Просто в качестве солдата. Я благодарен, что Бог позволил мне остаться пастором, стать капелланом и выполнять служение священника. Я, безусловно, намного больше могу сделать как священник, чем если бы добавил один автомат в украинскую армию. Но я благодарен Богу за всех, кто молится. За всех, кто как-то поддерживает руки людей сегодня там. За ту и гуманитарные грузы. Кстати, здесь сейчас, в Сакраменто, меня ждала прекрасная новость. Здесь Геннадий Пукасенко, есть такой брат в церкви, Grace Family Church, они планируют собрать контейнеры и отправить для Мариуполя. То есть, если кто-то из телезрителей живет здесь, в Сакраменто, в течение нескольких недель можно связаться. Grace Family Church, Геннадий Пукасенко, он будет собирать контейнеры. Это моя ремарка. Прямо целенаправленно к нам отправят контейнеры. Это моя ремарка. Позволь добавить. Только не шерпотреб какой-нибудь. Если, друзья, мы ложим что-то или отдаем, пожалуйста, делайте, как во имя Господа. Шерпотреб, это такое, знаете, на туби боже, что мы не нагожим. Не делайте этого. Мебель, спортинвентарь, обувь. Может быть, у кого-то теннисный стол стоит. У кого-то есть хорошая мебель. Потому что мы, семейные наши дома, центры для беженцев. Нужна мебель. Да, просто любой там диванчик, какие-то стульчики. Может быть, у кого-то есть большой стол. У нас вообще нет. У нас семейный, у меня в семье негде сесть собраться. То есть, мы живем на войне. И очень много нужд. Поэтому спасибо тем, кто поучаствует. И спасибо вот команде, которая берется организовать контейнер, оплатить его пересылку. Все по доставку прямо во время. О чем ты молишься в последнее время? Я молюсь, чтобы устоять в шторме. За два года до войны здесь, в Сакраменто, случилась странная история. Я сидел в гостях в одной семье. Мы кушали хорошее мясо. И вдруг я услышал мелодию, которая доносится из зала. Музыка какая-то странная. И в моей жизни так не бывало, чтобы я бросил стейк и пошел слушать музыку. Но никогда такого не было. Я люблю покушать. И эта мелодия настолько увлекла меня, я несколько раз пытался, не могу, туда сердце, я пошел, сел в комнату, сижу, звучит мелодия, рояль играет. И у меня в голове кино какое-то начинается. Это мистическая история. И я вдруг вижу шторм, бурю, шторм. Это было настолько сильно, я слышу бурю, шторм, вижу, шторм. И как бы волны пытаются сбить меня, и моя задача устоять посреди шторма, чтобы в пучину в эту не провалиться. Когда закончилась мелодия, я встряхнул головой, что это было? Хозяин смотрит на меня, говорит, что случилось, я не пойму. И он достает мне этот диск, я говорю, что это за мелодия? Достаю диск, смотрю, внимание, смотрю на название композиции. Устоять в шторме. Музыка. Устоять в шторме. Особенно, когда девятый вал. Я настолько был потрясен этим переживанием, что оно со мной как бы шло. Я вернулся домой в Мариуполь за два года до войны. И на Пасху в своей церкви вместо привычного духоподъемного послания я проповедовал проповедь под названием «Устоять в шторме». Рекомендуем набрать в интернете два слова «Устоять в шторме» Махненко. Легко найдете. Есть на видео. То есть ты чувствуешь, что ты в эпицентре этого девятого. Тезисы проповедей. Это надо послушать. Тезисы проповедей. Идет невероятное испытание. Ненависть будет захлестывать людей. Люди будут превращаться в зверей. Нам надо будет устоять посреди всего этого. Геннадий. Оставалось два года до времени. Ты же владеющий информацией. Разве это не имеет место, не имело места в Америке? Это касается всего мира. Это было для меня конкретно для моего города. Потому что, знаешь, моя церковь была потрясена, пастор, что это было. И я кричал, идет шторм, идет буря. Нам надо будет устоять посреди шторма. А с этой проповедью, церковь не поняла проповедь. Через две недели я с этой проповедью приехал в Славянск. В моей епископской церкви я кричал. Они привыкли, что у меня в проповедях много шуток, каких-то смешных иллюстраций. И я кричал к ним, идет шторм. Люди будут превращаться, нам надо устоять. Они тоже не поняли. Но через два года, когда все началось, люди стали присылать мне, ты помнишь, что ты напроповедовал. Это было реальное пророчество. Бог предупреждал нас об этом. Сегодня моя молитва о том, чтобы устоять в шторме. Третий год «Я живу в буре». Ты знаешь, Геннадий, на этом давай мы окончим на мажоре. Единственный источник нашей крепости, нашей силы, нашей твердости в наших штормах, это уже не по Ивазовскому, а уже в реальной жизни, да, это все-таки надежда на Бога. Единственное. Мы должны на этой ноте с тобой окончить. Мне говорят, сейчас видишь, как пролетело. Единственное, это быть, остаться твердым и непоколебимым. Бог все еще Бог. В контроле. Он контролирует Он не перестал быть Богом. Аймэн. То же самое в Америке. Это самый главный урок из этой войны. В Украине то же самое, в России и везде. Если Бог, который остается Богом, является моим Богом, твоим Богом и твоим Богом, все будет после тебя тысячи и десятки тысяч, а деснует тебя, но к тебе не приблизит. Его ангелам своим заповедуют о тебе. Понесут тебя на руках своих, да не приткнешься, а камень ногою своею. Поэтому этим мы и закончим. Геннадий, спасибо тебе. Был очень рад повидаться благословений в трудах и привет всему Сакраменду. Заскакивай на Аганянске. Если я в Сакраменду, я обязательно на импакте, а как иначе? Друзья, спасибо, что вы были с нами. Это был прямой эфир. Геннадий Махненко, прекрасный Мариуполь. Будет еще, наверное, прекраснее, да? Да, с Богом. Помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Будьте благословенны. Оставайтесь с нами на импакте. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!